всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в драконы всадники олуха седьмой день забираем с собой древесину так события ну что сегодня мы наверное да пройдем все-таки муштру наездников я на это надеюсь ну-ка беззубик 7 миллионов древесины мало ну что нам придется наверно его а поищите шипореза нам придется его наверно опять отправлять на поиски нам понадобится больше места что тут такое благодаря кузнеца на олухе происходит столько перемен пожалуй чересчур много и я восстановил ее чтобы вернуть старые добрые времена а не изменить все до неузнаваемости да олух выглядит великолепно так лучше тизал этому сделали тяжело увидеть как это место меняется бестойка часть меня хочет чтобы все навсегда осталось по-прежнему отец хотел хотел бы чтобы остров развивался он был бы рад этим переменам ты хочешь чтобы драконы добывали железо для этого им нужно пройти специальное обучение так тому и быть прекрасно пора приступать к обучению перед тем как обучить драконов добычи железа мне нужно взглянуть на кузню так ребята у нас уже давным-давно все это происходит а по сюжетке я только учусь добывать железо вот это да кузница на олухе драконы добывают железо жаль стойка этого не увидит да уж последний раз мы использовали эту кузницу чтобы ковать оружие для охоты на драконов надеюсь теперь места хватит плевака ты прямо вдохновил и кинга когда восстановил свою кузницу да знаю похоже он не остановится пока не изменит каждый уголок олуха что ж теперь когда стойка больше нет он всего лишь пытается найти свое место в жизни как и все мы и кинг опять улетаешь здесь уже и так полно драконов знаю но рыбий ног беспокоиться за судьбу брошенных яиц нужно проверить тупиковый остров но где мы будем размещать новых драконов не я просто не могу бросить эти яйца на произвол судьбы не волнуйся астрид мы что-нибудь придумаем учитывая скорость с которой развивается олух места у нас будет предостаточно это уж точно требуется 90 уровень это нюхогорб ничего себе заданица мне дали теперь надо найти нюхогорба ну что наших ребятулек мы отправляем естественно на поиски так у тебя хватает хватает вперед за железом древоруб вперед из песней костелом тоже вперед смотрим что у нас здесь ребята принесут ну понятно дело о я думал что гентарь выдаст тусклый но он нашел мне брошку так в укрытие барсик ты у меня полетишь ага давай посмотрим что у меня тут выпадет и это и это шестеренки да друзья мои это три шестеренки не очень конечно круто но пускай будет так отправляем его дальше здесь у нас что будет скорее всего наверно какой-нибудь одно из яиц ну что естественно ребята сразу же отпускаем его на волю потому что этот дракончик у нас есть клыкодер отпустить отпустить и опять же отправить в приключение лети так ну что теперь давай посмотрим что нам принесет грамм гильда а грамм гильда нам приносит но неудивительно тусклый янтарь 84 штуки так подожди почему я не забрал я же должен был или забрал ладно пускай летит в драконий край даже не знаю нам без зубика по идее надо как бы прокачивать 160 миллионов он требует за одну лишь только попытку качнуть ладно ничего страшного ну по чтоб от смерти получил левел не хватает не хватает ну-ка опа иди обучайся что я могу еще сделать ребята только лишь отправлять их на обучение а почему у меня скалотрясы ничего не добывает удивительно подожди 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 вернись вернись я ведь могу тебя да подожди-ка что блин древесины не хватает друзья опять проблемы с древесиной так вернись тебе лучше собирать рыбу буй в лорд давай за рыбой так 360 древесины не могу я себе этого пока позволить так ты за рыбой обучить ладно пускай обучается за древесиной ну а ты в конце концов будешь у меня прокачиваться или нет они так и будешь сопротивляться так и будет сопротивляться ребят чего я не делал он все не хочет все никак он не поддается тренировкам я ничего сделать с этим могу так давай дальше посмотрим здесь у нас рыба ну а ты что мне принес треску тусклый янтарь я тебя понял прекрасно а ты печатка какая-то и тоже тусклый янтарь так здесь мы получили давай посмотрим что у нас тут происходит так level up ну что ты мне принесешь ну конечно тебе проще дать мне загадочный пак так дешевле будет но он все-таки дает мне железо три штуки да три штуки железа ребят ну что я отправляю тогда его дальше приключения полетел модифик рылка левел получил болельщик сардельки а ты чё грустишь иди тренируйся ну вот это в конце концов будешь получать или нет какие же вы все вредные а тоже лети обучайся не хотят друзья мои они прокачиваться как бы это в их интересах но они не хотят так давай посмотрим что у нас тут уровень наверно не получим не уровень а я имею на награду хотя получим что нам здесь выпадет 250 выпилов забрали да скороход шесть пятьсот шесть пять тысяч не знаю ребята успеем ли мы накопить на что-нибудь путевое себе здесь или же нет так теперь давай открывать паки первый идет бесплатный шторморез кревет душитель и следующий так подожди следующий давай мне так монетки водина шторморез кревет громобой ну в принципе и все так откройте два набора карточек давай заберем ну что без ульки даже не знаю тебя то ли на поиски отправлять то ли прокачивать надо прокачивать по идее настолько рыбы нужно у нас рыба есть тут мало очень так здесь разберем вот этот шепот смерти древоруб экзотический шепот смерти так у нас получается это последний пак надо будет набивать обязательно что у нас там с янтарем две штуки мы получили еще две поставили ну что друзья давайте наверно где тут это письмо заберем вопрос так чтобы не мешалось и переходим на события нам нужно пройти ну сколько четыре поединка насколько я помню и начинается у нас с мини-босика после которого мы получаем пак ну что ж поехали три волны все дела начнем пожалуй коммерно вот с этого грамма рога сразу вешаем дебаф так ну что атакуем интересно кто здесь будет мини-босиком так давай наверно еще раз отлично вырубили так здесь укус наверное будем все таки хиляться твою налево оглушил мне кривоклык а дебаф так он сейчас опять да а он на барсике приключился ладно ушатали ну что вторая волна здесь два пристеголовых надо начинать именно с них так и наверно пока здесь воздержусь да хорош ух вот это ребята уже проблема это огромная проблема я а как я буду с мини-босом драться скажите ко мне на милости это чё это чё все ребята я короче сдаюсь это ну нереально одним пройти согласись так давай-ка все по новой это чё за дела такие тут происходят я не понял чё они тут себе позволяют такс я тебе говорил что эти два пристеголовых совсем оборзели так давай сразу же кусаем его барсик еще раз бомбани тут надо держать у них здоровье ну практически чтобы было везде пофулки понимаешь в этом случае будет все нормально раз-два так кусаем сейчас он сделает супер удар предсказуемо все это было так кусай что он дальше будет делать глушит глушит мне моего штормореза так переходим с тобой на вторую волну так друзья мои надо очень быстро и эффективно здесь с ними справляться просто без шансов на какой-то там успех видишь что вытворяет ты посмотри что творит так кусаем здесь давай нам нужно нашего барсика спасать в любом случае ребят ну ты посмотри что она творит а блин барсик я удивлен что ты еще как-то выжил вот серьезно тебе говорю как ты умудрился здесь выжить тут придется тратить тут придется тратить отхилл понятное дело ребята опять же броня пониженная смотри что видишь что вытворяет а нам надо хинуться бы на самом то деле вот как ты это сделаешь вот как мне сейчас в данный момент придется грушу брать твою налево груша стоит 285 да пошли они своей грушей так что у нас вообще музыка исчезла вся да которая только была ладно два водореза ой друзья не знаю даже как барсика там не спасти его сейчас заплюет вот в чем проблема то вся так здесь придется нам брать помощь кто-то будет ходить сейчас вот этот да музыки вообще нету так он хорошо кстати по нему ударил раз два опять же придется делать вот так и залечивать раны нашим дракончикам нифига они шпарят ты посмотри как они бьют ну давай ударь вот этого пожалуйста нет он все того бомбит так одного мы в минус я боюсь что игра ребята сейчас вылетит глюканет что-то такое предчувствие сейчас после этого поединка наверное я перезайду все таки потому что смотри она что-то начала лагать очень сильно раз-два так добьем здесь погнали ну он наверное ушатает мне да клевок-выка нет ничего он пока не сделал да ладно я думал сейчас добьем все ребята этот поединок мы осилили так и выпадает нам 262 миллиона рыбы так забираем с тобой значит вот этот пак содержит новичков давай посмотрим что-то нам тут выдашь торморез шипорезка столом и все так друзья не успел перезайти начинается у нас поединок блин как это знаешь в тишине вообще ни одного звука так вторая волна у нас здесь скалотрез плюс пристеголовый ну естественно начнем со скалотреза задебафим его по полной программе чтобы он здесь ничего уже не мог сделать дальше у нас кривоклык сейчас будет кого-то ага усиливает атаку себе но это тебе не поможет парень уже это тебе уже не поможет это вторая волна как же они бесево делают ну что залечь ему раны а почему-то в этом поединке ребята даже такое ощущение что перезаходить не надо в игру здесь ничего не лагает а там почему-то лагануло в принципе в том матче у нас и звук пропал так это третий у нас бой сейчас мы быстренько здесь пройдем его он начал естественно с фиолетового с водореза потому что ну со стражем сам понимаешь долго возиться надо а здесь быстренько разберемся и уже после этого поединка я все-таки перезайду потому что вообще звука нету как-то некомфортно такое ощущение как будто звук просто выключил да воу-воу-воу кого ты будешь глушить и это барсик барсик у нас попал под атаку он наверное продолжит но видишь здесь он промахнулся значит мы хильнемся ну давай кривоклык добивай его замечательно так крутим к лесу и выпадает нам 37 с половиной миллионов рыбы окей так у нас получается раз всего два поединка ну как раз две энергии у нас для этого есть ну что поехали посмотрим как у нас здесь пойдут дела три волны так кривет я даже не знаю с кого лучше начать наверное блин они тут все злые что тот что этот этот сильно кусает этот сильно бьет ладно сейчас посмотрим опа уже хорошо ёк макарёк я говорил ребят что будет очень порошивенько нам просто необходимо так делать если они так дальше будут жарить ух печально все будет как он кусает давай лечиться а этот сейчас опять свои фаерболы начнет раскидывать поверь мне вот так вот блин если сейчас мы его не добьем он потом опять фаербол свой запустит а он его запустит да трындец просто ребят все свои приливы сил сейчас просто здесь потрачу раз два вдвоем они здесь будут ходить давай давай сюда шмякнем хочет это мне это придется тратить прилив сил да ты посмотри что вытворяет а вот так друзья мои все это дело и происходит сейчас боюсь криво-клыка забомбят и вот что нам теперь делать мы все приливы сил здесь потратим понимаешь все абсолютно это только вторая волна еще третья будет блин ну ты посмотри что вы делаете а просто полюбу я еще и не добил по-моему это фейл все ребят это фейл я не знаю что происходит в этой игре но по-моему тут слишком накручена у них атака блин причем я столько потратил прилив сил это жесть ребят я говорю серьезно это просто жесть как они тут бомбашат ну че мне сейчас делать кревет будет ходить естественно ребята будет ходить кревет естественно он будет наверное бомбить электричеством скорее всего сейчас посмотрим просто повезло нам очень сильно этот сейчас фаербол он свои да ладно не стал почему-то делать фаербол ты понимаешь у него ребят еще сильная атака у него еще усиленная атака он сейчас как звездонет электричеством ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй да как так-то блин я в шоке это же только первая волна да это только первая волна я уже так и так ой-яй-яй-яй 1 и ты и ... Как здесь лучше сделать? Раз, два. Нет, все-таки надо вот этого бомбить. Так, это сейчас фаерболом бомбанет, ведь так? Конечно. Давай лечиться. Так, теперь я предлагаю, наверное, все-таки... шваркнуть змеевика, по возможности. Так, дебаф. Опять сейчас фаербол. А, нет, он так пошел. Ну, так, и последняя, третья волна. Ё-моё, ты посмотри, здесь кто. И они все стражи. Они все стражи, ребята. Что делать-то? Как их тут разобрать? Я не зря говорил, ребята, что они здесь дают так щедро нам награды. Вот теперь расхлебываемся за это все. Так, смотрим. У них будет ходить этот, четыре. Громобой нужно будет, наверное, брать... Друзья мои, громобой надо будет брать... в захват. Тогда нельзя здесь ничего тратить. Просто кусаем. И делать вот так вот. Пускай сделает суперудар. Это что, специально, что ли, было сейчас сделано? Друзья, это было специально сделано. Он не стал тратить свой суперудар. Ты понимаешь, что дело? Он не стал тратить свой суперудар. Блин, ну... Понятно, что он пойдет туда бомбить. Давай суперудар. Или что-нибудь там. Придется так сделать. Давай все-таки сюда укусим. Этот бьет слабо, ребят. Но у него очень мощная суператака. Ты понимаешь, что дело? Раз-два. Здесь я укус сделаю. Давай проверим. Прав я по своей теории или не прав? Будешь бежать, разбег? Да, давай-давай-давай-давай. Оглушаешь этого. Ханорик своего, отлично. А мы продолжаем его бомбить. Так, задебафим. Есть. Очнулся, да? Блин, неужели прошли с горем пополам. Ребят, это жесть какая-то. Ребят, это жесть какая-то. Так. Так. Достается нам... Ага, рыба. Так, забираем, значит, элитный ареновский пак. Шторморез, крылатый ужас, громоль, громобой защитник, криво-клык. И вот, друзья мои, последний поединок у нас. Твою, налево еще в нос, если не хватило. А, ну да, мы же сфейлились тогда. Пришлось сдаться. Трындец, командочка, ты посмотри. А, две волны всего лишь. Ну, это меня что-то, честно говоря, нисколечко не успокаивает. Блин, какой-то, ну... Сейчас посмотрим, а что это нам все выльется. Этот очень сильно кусает. А этот что будет делать? Добьешь? Красавчик. Отлично. Может быть, ребята, здесь. Может быть, здесь выкрутимся. Сейчас посмотрим. Так, там будет ходить у нас этот. Я, наверное, все-таки вот сюда заказ сделаю. А здесь нам придется делать еще вот так. Что? Твою дивизию. Ну, ты видел, я думаю, все своими глазами. Он просто барсика с удара вынес. Ребята, с удара. Ребята, с удара. Вопрос. Вопрос. Как мне сейчас на последней поединке драться с боссом? Ты посмотри, что вытворяет. Это просто, ребята, беспредельще. Это беспредел. Я в шоке. Я в шоке от того, что здесь сейчас происходит. И как здесь это все происходит. Ты полюбуйся просто. Вот это называется разнос. Давай свой суперудар еще сделай. Промахнулся. То есть, ты понимаешь, что сейчас будет делать суперудар? Вот этот. Тройной удар. Ты знаешь, что сейчас будет? Вот что будет. Он заблокировал нам все способности. Это необходимая реветомера. Поверьте мне. Просто для того, чтобы выжить. Это уже принцип. Я уже слишком много здесь потратил всего, чтобы просто сдаться на полпути. Я думаю, вы меня поймете. Вырубаем этого. Как так-то? Я уже в шоке. Просто, просто, ребята, в шоке. Хорошо, что он суперударом завалил его, а. Так бы нам сейчас не сладко бы здесь пришлось. Наверное, Грандильду надо тут бомбить. Давай-давай, своего уже бомби, пожалуйста. Почти все слил. Ребята, все. За столько времени. Такого я, конечно, не испытывал вообще давно. Чтобы вот так вот фейлиться. Три поражения почти. Барсика убрали, ты понимаешь? С лету. Просто Барсика убрали с лету. Я в неком шоке таком сейчас нахожусь. И спрашивается, стоило все это ради того пака, который там разыгрывается у нас. Не знаю, друзья. Ну, я уже пошел на принципы. Просто ты, посмотри. Все растратил, ребята. Столько копил, столько времени. И все коту под хвост. Зато прошли события. Да, друзья мои. Это событие обошлось мне очень дорого. Понимаешь? Это все растратить. Вот тебе и муш троноездников. Вот так вот, ребята. Я прям... Прям офигеваю. Барсика с удара снести. Это же надо было, а? Ну, вроде бы как руны хоть окупил, слава богу. Да. Вот так, ребята. Я вам говорю, что не зря мне дали накопить столько и груш, и прилив сил, чтобы все это в одном поединке растратить. Трындец. Так, ну что, давай мы, наверное, с тобой быстренько набьем еще паки здесь. Два пака нам нужно сделать и будем закругляться. Я немножко отойти не могу от того, что я здесь увидел в этом поединке. Так, ну здесь, естественно, нужно сносить пустя голову. Вот он начинает свою опять дурку врубать. Поэтому в наших интересах как можно быстрее его наказать. Барсик, понятно, подхалим еще тот. Сейчас его, по-моему, накажут нам. Барсика нашего. Я не удивлен этому. Так, теперь звуки поединков исчезли. Значит, скоро и музыка исчезнет. Еще утворяет. Так, добиваем. Ну, с Барсиком нам будет проще справиться. Все-таки он один. У него нету каких-то дистанционных атак, скажем там, фаерболов или еще что-нибудь. Можно было, конечно, его и в стрипоту взять. Ну, в любом случае он, короче, допрыгался. Отлично. Так, ребята, у нас следующий поединок. Опять музыка куда-то исчезла. Но зато звуки остались. Пока. Наверное, начнем с тройного удара все-таки. Да и то не все звуки, если честно, остались. Так, стройной удар. Отвали. Этот еще лезет, а. Блин, по-моему, сейчас мне... По-моему, сейчас мне штормореза моего уничтожат. Конечно. Будут они, ага, миловать его? Нет, конечно же. Так, теперь давай, наверное, попробуем быстренько получилось. Так, ну и... Змеевик острокрылый или какой он там? Криво. Клыка кривый. В общем, не имеет значения. Надо его сейчас быстренько разобрать. И... Будем заканчивать. Так, нет, у нас еще, наверное, будет пойти... Тихо, ты! Блин, сейчас добьет, наверное, да? Добьет? Добил. Прикинь. Вот так они делают. Так, ну что, ребята, очередной поединок. Шепот смерти. Сразу же начнем с него. Сразу же. Все силы против шепота. Окей. Ну, давай, ходи. Так, добьем? Добили. Так, теперь берем в разбор криво-клыка. Фаербольчик. Ну, у нас тут атака пониженная. Защита пониженная. Весь в дебафах. Барсик, не подведи. Подвел. Так, и последний тут. Остается чувачок. Мы можем вот так вот сделать. Это уже выпендрешь на самом деле. Синька мы ее быстренько бы разобрали. И без слепоты. Ну, на всякий случай поставим. Ага, ага. Хиляется, да? Щиты. Чем-то он мне напоминает лаварыга своими щитами этими. Ну, и все, голубчик. До свидания. Ну, что, друзья мои. За прохождение арены мы выбили с вами один редкий пак и обычный. Плюс, конечно же, пак вождя. Шторморез, громобой, кривоклык. Еще три карточки. А, нет. Не три, а тринадцать. И все, ребята. И он будет прокачан. Так, это мы забираем. Такой. Викинша такая еще стоит здесь. Весенье. Вот так вот. Понял? Весенье. Ну, что, друзья. Вот, в принципе, на сегодня, наверное, и все. Единственное, что надо мне что-то с Барсиком... Ой, с Барсиком. С Беззубиком решать. Опа. 86 уровень. Как тебе такой расклад? Очень даже неплохой. Ну, что, я пошел его дальше отправлять на поиски... Камнеглота. О, как. Пускай летит еще от камнеглота. Ага. А, у нас еще, ребята, одна награда созрела. И это... Пак. Шторморез. Чудовище. Кривет. Древоруб. Шипорез. Алая плеть. Шепот смерти. Кривоклык. Очень часто выпадает кривоклык. Так, за древесину. Кого-то мы можем же отправить. У нас древесины хватает. Или отправлять, или же делать следующее. Это... Вот, например. Оп. Полетел, родной. Так, ты у нас... Так, я понял. Там мест больше нету. 59 уровня он. Тогда надо кого-то отправлять. А ты что там притулился? А. Понял. Так, за древесину 20 штук. Опа. А он где у нас вообще? Что он делает? В академ... А, он в академике. Ё-моё. Так, здесь не интересует. 40 штук. 710 рыбы. Это, конечно, круто, но... Модифик рылка. Тоже я не могу её, да, отправить? Учиться. Все готовы обучиться, но академка у меня просто забита. Полностью. И отправить никого я не могу. Вот это за рыбу только. 450 за одним железом отправлять. Но это, ребята, слишком борзо. Получается, что... Что никого больше пока не могу, ребята, никуда отправить. Ладно. Тогда всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.